Привет, меня зовут Татьяна и вы находитесь на моем творческом канале. Наконец-то прошло у меня видео с итогами, видео, которое я ввела с прошлого года, с чем вступаю в новый рукодельный год. Сегодня я бы хотела попробовать выстроить планы на этот рукодельный 2024 год. Он будет очень знаковым, он будет очень необычным с точки зрения того, что много будет и невышивки в этом году. Выстроить планы хочу постараться максимально реальные и в голове уже как-то все систематизировала. Озвучивать процессы заново не буду. Скажу так, год настроен на то, чтобы максимально закрыть количество процессов. Возможно, будет появиться что-то стихийное, я этим страдаю. Да, есть во мне такое, что я могу стихийно что-то начать и у меня появится очередной процесс. Или он будет завершен, или он не будет завершен. Это уже дело другое, но сам факт того, что это может быть, я не отрицаю. Но темой отличается это видео от предыдущего, которое называется «С чем вхожу в год?». Это то, что я здесь хочу спланировать, что я хочу закончить в этом году, какие проекты закрыты. Понятно, если я попродвигаю все свои процессы, это будет просто супер вау. Но дать гарантии не могу, потому что каждый год планирую все по чуть-чуть попродвигать. Но, к сожалению, не все получается так, как хочется. Поэтому, немножечко переоценив свои возможности, сделав выводы из предыдущих планов, я решила пойти другим путем. Работы мои в процессе, которые перешли в этот год, вы уже видели. Поэтому я буду только вставлять картинки и говорить о том, что я планирую завершить в этом году. А что получится подвигать, ну, из того, что есть, это уж, как говорится, получится. Поэтому эти работы я уже упоминать не буду, так как вы и так знаете, что они переехали в этот год. Очень-очень все-таки хочется мне закончить полярную ночь. И я бы, может быть, двинула бы ее в 23-м году гораздо больше, если бы у меня не закончились нитки. И все, мне было как-то недосуг добраться до рукодельного магазина, чтобы купить нужные мне номера. В планы полярная ночь входит, так как это работа 2017 года, я уже хочу закрыть. Дальше у меня там три работы 2018 года проекта, то есть хочу немножечко подняться на год повыше. Поэтому полярная ночь у меня входит в планы на завершение. В планы на завершение большой проект с маленькой работой. У меня закончена работа спокойной ночи от фирмы Артова. И вот сейчас в процессе лучшие друзья, их я планирую в этом году закончить. И у меня тогда останется из этой серии еще две работы. Поэтому лучшие друзья у меня стоят в плане на завершение. Оберег от жар-птицы, чтобы закрыть окончательно этот проект обереги жар-птицы, который длится уже довольно-таки давно, с 2018 года. Отшиты у меня все обереги, кроме кубышки. Кубышка начата и начата совсем немножко. И я планирую этот оберег закончить в этом году. Следующим этапом планирую закончить яйцо примула. У меня два яйца вышито, собрано. И третье на стадии завершения. Даже видео нет по этому проекту, потому что я люблю вот уже все завершить, что-то с чем-то сравнить, с чем-то сопоставить. Поэтому в этом году в планы входит закрыт проект яйцо Риолис примула, поставить на завершение. Очень хочу закончить магнит в стиле кжели по вырезке из журнала. Очень я люблю микровышивку, поэтому для меня это очень-очень важно. В планы входит завершить бобра. Он у меня на салфетке вышит. Я хочу его оформить и вышить значок, чтобы вот тоже здесь по этой работке тоже стояла галочка. В планы также у меня входит закончить наборчик от фирмы ПАН на школьники с последующим его оформлением. Значит в 2021 году. И вот этот проект я хочу закрыть. Еще в планах у меня стоит жутко милый СО оформление. Тут только оформление уже. С 2021 года все вышито. 2022 год не оформила, 2023 год не оформила. В общем как-то вот безобразие какое-то надо срочно-срочно оформлять. И убирать его вот от пункта и со всем. Икона Казанская от фирмы образа каменьями. Мне уже стыдно перед людьми. Честно стыдно. Но иконы на мое видение должны вышиваться в определенном состоянии. Когда у меня вот это состояние определенное возникает, оно возникает крайне редко. Свободного времени у меня очень мало. А там все-таки камни, бисеры. Это надо разложиться. Это вот нельзя сесть, 15 минут повышевать и побежать. Это большой минус. Поэтому здесь такой момент щепетильный. Но планирую закончить. Ночной город сделай своими руками. Стоит на завершение. Потому что здесь такая ситуация, что запланировано на подарок. И как правило я когда чего-то очень сильно хочу, я этого добиваюсь. И я постараюсь это сделать, чтобы закрыть этот проект. Хочу закрыть проект Митрофан от Аннушки. У меня вышито три кота. Если быть точным, четвертый на пластике. Этот четвертый на пластике у меня никак не оформлен. В планах оформить и убрать проект из списка. Проектов, на секундочку, у меня общей сложности получилось очень много на будущий год. Поэтому здесь, конечно, надо максимально сократить этот список. Если учесть, что я его пополнила уже некоторыми стихийными моментами, то у меня уже получилось 44 проекта. А еще я хочу закончить «Зайца качалочку» от «Волшебной страны». Да-да-да. И закрыть этот проект. А закрыть проект от «Дивной вишни советские малыши» у меня на деревяшке есть. Но у меня также книжка Яны Горкальцевой. Я хочу вышить не только игрушку, но и на пластиковой основе фигурку, чтобы она ставилась на подставку. Хулиган Юрка у меня вышивается. Далее у меня в 2023 году вышит кленовый листик. Его обязательно оформить надо. Он вышит, он уже готов. Его просто надо оформить. Еще пока не придумала как. Далее у меня есть «Панка кексы» начатые, но не законченные. Выкуплено три схемы с сентябрь, октябрь, ноябрь. И вот сентябрь, ноябрь я бы хотела вышить. Далее мозаику дракона ребенку сделать перевыкладку. И тоже убрать проект. Я осилила мишку, значит я должна осилить и это. Далее мозаику с красной розой завершить. Осталось-то совсем немножко тоже убрать проект. Далее у меня в планах есть сделать ребенку пазл фигурный в виде большого магнита. К нему на доску. Он просто очень нравится. Попугай ему подарили в детском саду. Я как родительский комитет, мы покупали эти пазлы по удачным скидкам. Вот и ребенку моему сейчас зашло. Хочу с этим проектом завершиться. Также проект пазл уже вам маленькую затравочку показала. С драконом тоже завершить, оформить. Так как мы собирать начали в этом году. В 2024 тоже тратили на это время. Хочу сказать, работая с ним, ну извилины хорошо шевелятся. Далее у меня есть фотографии сейчас нет. То мама обратилась ко мне с просьбой. У нее сохранился берестяной короб. Но он весь разваливается. Она бы хотела бы такой формы, такого размера. И сказала, я знаю, ты можешь придумать что-нибудь, спаси. Я придумала. Осталось воплотить. Также есть идеи и желание поработать с 3D-конструкторами от фирмы Обрикс. Есть кое в чем необходимость. Но пока секреты раскрывать не буду. Надо сначала. Есть в планах порасписывать животных. С ребенком у него подарены фигурки расписные. И в общем-то тоже в планы входит поработать еще в этой сфере. Вот такой вот план. В этом году крайне скромный. Все остальное по мере возможности попродвигать. К чему будет лежать душа, к чему будет настроение. Но я не исключаю того, что может возникнуть стихийные процессы, которые вдруг неожиданно захочется начать. И может быть даже закончить. А может быть просто начать. Поэтому это все я не исключаю. Все это очень вероятно и возможно. Но не планирую. Вот будет и будет. А планы по факту того, что есть, они на сегодняшний день вот такие. Надеюсь, вам будет интересно в ближайший год, рукодельный год, следить за моими продвижениями, за моими результатами. Может быть действительно будут появляться какие-то новые процессы. Их я загадывать не хочу. На этот год цель закрыть то, что есть. А уж как это сложится. Но в общем-то может показать только время. Вышивка будет разнообразная. Вышивка будет с точки зрения и на пластике, и на конве, и что-то даже оформится в этом году. Я очень-очень на это надеюсь. Кстати, у меня две работы оформляются уже. Соответственно выйдет в этом году два видео по работам. Одна работа, на ней есть видео на канале, она завершена была. Это мини-голд от Dimensions. И одна работа, видео на канале у меня нету с этой работой. Я решила, что когда приедет оформленная работа, тогда я и выпущу видео, чтобы вот это начало и до конца. Это часы от фирмы Панна, Гроздь и Рябины. Поэтому в этом году спектр разнообразия у меня расширится. Возможно, сошью какую-то игрушку. Вот пока в голове не стоит о том, что вот сюда здесь есть необходимости, я это буду делать. Нет, в голове не стоит, поэтому в план не включаю, но не исключаю. А всё, что назвала, это будет моей целью в обязательном порядке в этом году выполнить. И только по истечению годом будет понятно, что получилось, что не получилось. И удался ли план мой, рациональный план, план с точки зрения адекватности. Это покажет только время. Всё, на этом буду видео заканчивать. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если они у вас вдруг возникли. Подписывайтесь на мой канал. Ну а я всем желаю хорошего настроения, успехов в вашем творчестве. И прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока!